Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. Несколько месяцев подряд такая ситуация здесь каждый день. Люди, документы, оформления. Поток людей практически бесконечен. И рядом фамилия с вашими инициалами. Умещаем на одной строке. Эти очереди поредили только сейчас. Специалисты Центра приватизации жилья говорят, что до Нового года здесь вообще было не протолкнуться. Каждый посетитель с одной единственной целью – успеть приватизировать квартиру до 1 марта. До новогодних праздников, то есть до конца 2009 года, народ шел. И очень усиленно. То есть очереди были. И были немаленькие. И народ шел в связи с тем, что, видимо, сейчас прошла какая-то информация по телевидению. Да и она звучит, явно звучит, что якобы продлят сроки этой приватизации. Народ с толпы у нас сбавились. Наталья Копченова теперь с приватизацией квартиры тоже не спешит. Она уже слышала, что сроки для этого должны продлить. Поторопиться на крайний случай, конечно, все же стоит. Но паника ни к чему. У меня возник вопрос, что все говорят, что все, срок кончается и нужно приватизировать. Я, естественно, поспешила документы все собрать. А потом вдруг я узнала, что уже продолжение, что перенесли срок, что можно не торопиться. Однако спаду желающих приватизировать жилье специалисты совсем не рады. На сегодняшний день из 85 тысяч квартир приватизировано лишь 73 тысячи. Казалось бы, недостающие какие-то 12 тысяч квартир по отношению к общей сумме – мелочи. Но, как показывает практика, это не совсем так. Для муниципального образования город Орск немаленькое. Могу статистику вам сказать, в среднем за последние 3-4 года у нас 3 тысячи квартир всего приватизируется. Грубо говоря, взять 12 тысяч разделить на 3, это еще как минимум на года 4. Приватизацию еще можно продлевать. В случае же этого специалисты опасаются. Народ вновь расслабится и отложит приватизацию жилья, как всегда, на потом. Если же сроки продлены не будут, то тогда, наоборот, не избежать бесконечных очередей. Ведь сам процесс приватизации занимает в среднем месяца 3-4. Ирина Самогутяева, Сергей Абрамов, Бюро ТВ Проектов. Субтитры создавал DimaTorzok